Художник, педагог, новатор. Вокруг таких личностей всегда возникает особая аура, общественный ажиотаж или же стена непонимания. Все это выпало и на долю Евгения Кольченко. Его первый успех в начале 60-х годов молодого художника, а главное организатора и первого директора Севастопольской художественной школы, о которой заговорили за пределами страны, кому-то очень не понравился. Пришлось покинуть родной город у моря, потерять учеников и саму школу. Тяжелое испытание, но он не сломался и не изменил себе. В 1983 году состоялось его второе пришествие в педагогику. Евгений Кольченко принимает пост директора Мытищинской художественной школы, реформирует ее, воплощает в жизнь свой, ни на что не похожий стиль, наставничество и сотворчество с талантливыми детьми. А неталантливых детей не бывает. Все дети талантливы. На этом и основана его педагогическая доктрина. Я абсолютно убежден, что дети родятся быть художниками, поэтами и композиторами. Возможности у нас, в общем-то, в смысле не у нас, а у детей не исчерпаемы, потому что они создают искусство подлинное, в отличие от взрослых художников. Здесь конъюнктура никакой, здесь просто радость, открытие для себя какого-то нового мира, название материала, свойства и прочее. То есть это абсолютно чистое искусство. Эти слова сказаны более 30 лет назад. Тогда страна переживала кризис. Не хватало красок, бумаги, нечем было оплачивать аренду помещений. А ученики школы создавали настоящие шедевры. Они мечтали о будущем, они создавали его. Мне было очень здорово там учиться. Я считаю, что это правильное обучение. Можно протянуть ниточку от Хутемаса. Кольченко, он как настоящий модернист, он был наследником вот этой эпохи авангарда, как бы как вторая волна авангарда, когда каждый человек, берущий кисти или карандаш, он сразу художник. И сначала в нем нужно разбудить творческие какие-то идеи, а потом уже дать ему базу. Революционные идеи, воплощенные в высших художественных технических мастерских в Хутемас, дали выдающиеся результаты. Оттуда вышли будущие народные художники. Среди них Андрей Дмитриевич Гончаров, учитель Евгения Кольченко. Так из поколения в поколение передавались традиции русского авангарда с его незамутненным видением мира, что подвластно детскому взору. Евгений Андреевич подходил по-своему к работам детей. Он видел в них то, что часто даже мы, преподаватели, удивлялись и не видели сами. И вот Евгений Андреевич поддерживал в каждом ребенке свое. То есть у него не было одинаковых учеников. Во многом, благодаря Кольченко и местный краеведческий музей получил статус историка художественного музея. Это целая эпоха в духовной жизни города с его большой историей. Тогда были открыты для широкой общественности имена Кедрина и Попкова. Началось с формирования коллекции легендарных народных художественных промыслов. Эскиз сделан именно в то время, когда Евгений Андреевич занимался уже на основе готовой экспозиции расширением и дальнейшим будущим музея. Это 1984 год. Это значит, что на высочайшем научном уровне была экспозиция сделана благодаря Кольченко. В музее хранятся более ста работ незаурядного художника Евгения Кольченко. Они редко выставлялись при жизни, а сегодня их открывают по-новому. А его ученики, живописцы и графики, художники театра и монументалисты, преподаватели художественных школ и вузов продолжают его дело, как его завещание. Пройдет время, естественно, мы вынуждены будем ценить и творческий потенциал, и художников, но настоящих уже. К этому можно только добавить, что настоящих художников ценили и ценят всегда. А зерна таланта, которые они несут детям, и их способность увидеть красоту мира, обязательно прорастут. Прорастут.